всем привет с вами я лиза я наконец-то села снимать это видео я его очень долго откладывала сейчас уже 1 апреля мы все еще сидим на карантине но я очень сильно верю и надеюсь что это скоро закончится потому что я не очень хочу снимать карантинные видео хочется начать снимать какие-то влоги хочется показать вам университет университет хочется показать вам университет как все обстоит и вообще все 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 хочется вам рассказать и показать поэтому да надеюсь что в скором времени это закончится пока нам обещают карантинные будни до пасхи до 12 13 числа и надеюсь после этого уже никто ничего не будет продлевать так что держим пальчики кулачки там что надо держать и просто надеемся на то, что в скором времени это закончится. Ну что же, сегодня мы с вами обсудим очень классную вещь, как я вам обещала. Это будет вторая часть видео. В первой части видео я вам рассказала о языковых курсах, которые бы я посоветовала лично вам выбрать. Помогла вам немного вроде бы разобраться с языковыми курсами. И сегодня я вам помогу разобраться с университетом. Расскажу, как проходит подача документов в те или иные университеты. Расскажу вам про то, как проходят вступительные экзамены. Также расскажу вам вообще в какие университеты лучше податься, в какие легче податься, в какие сложнее податься. Мы это все обсудим, так что видео будет очень долго. Я действительно заинтересована в этой теме поступление в Европе, а точнее в Чехию, а точнее даже в моей стране, это в Праге. Вот. Так что, если вам реально интересна эта тема, оставайтесь со мной, и мы начинаем. Я тут сделала подборочку классных вузов, которые вам подойдут, и знаете, что смотрит Лиза? Конечно же, конечно же, видео про сумки. Ну что же, наверное, мы должны начать с самого важного и главного, с того, как подать приглашку в университет. Все приглашки в Чешской Республике подаются онлайн, думаю, в Евросоюзе тоже. Ты заходишь на сайт университета, смотришь дедлайны и подаешь приглашку. Что для этого стоит? Что для этого стоит делать? У каждого университета есть свои какие-то критерии подачи приглашек, но то, что важно знать, это вам всегда потребуется нострификация. Некоторые университеты, как Карлов университет, большинство своей, большая часть университетов делают сами нострификацию, но будет намного круче, если вы сделаете нострификацию. Если вы не знаете, что такое нострификация, это, в принципе, легким, таким базовым языком, это подтверждение вашего аттестата или же диплома, смотря куда вы идете, на магистратуру или же на бакалавриат. Если вы идете поддаваться на бакалавриат, вам нужна нострификация вашего школьного аттестата после 11 лет. Если же вы хотите податься на магистратуру, то вам надо делать нострификацию своего диплома, здесь немного уже посложнее, чем это с аттестатом, потому что это, в принципе, сложнее, но это лишь для тех принципиальных людей как я, потому что да, нострификация всегда нужна, всегда важна и лично я сама нострифицировала свой аттестат, хотя и подавала документы в свой университет, чтобы они делали именно нострификацию, но лучше всегда иметь свою нострификацию, Потому что Европа, все университеты не обещают вам того, что вы проучитесь там все 4 года, 3 года бакалавриата, либо проучитесь все 2 года магистратуры или 6 лет в общем, как в медицинском. Никто вам этого не обещает. И что делать для вас с нострификацией? Если у вас будет изначально нострификация, а вы по-любому потратите год на курсы, и в этот момент вам все равно не так много придется делать, поэтому вы можете потратить время делать нострификацию, а не как Лиза после 2 лет обучения здесь решила такая, о, мне нужна нострификация, пойдем-ка мы ее сделаем. И вместе перед прекрасной зимней сессией сдавала на струб. Это не очень классная идея, не делайте это никогда, сделайте все заранее перед университетом. Но если же вы из ленивых и вам не принципиально имеете эту бумажечку о ностре, что ваш диплом официально нострифицирован, вы очень ленивые или вы уверены в себе, что все будет нормально, вы просто подаете документы нужные для нострификации в университет, и университет уже сам, в большинстве своем, Карлов, Масариков, ЧЗУ, по-моему, ВШХТ, ВШЕ, в общем, самые большие государственные вузы, они могут для иностранных студентов сами нострифицировать. Если же вы не иностранный студент, возможно, для вас, ну, как, если вы учитесь на бесплатном, то для вас, скорее всего, не будут нострифицировать сами аттестаты и диплом, но это лучше узнать и разъяснить, потому что я вот в этом не очень хорошо понимаю, потому что я об этом не очень хорошо знаю, потому что одну мою подружку взяли с внутренней нострификации вуз на чешский язык, а вторую мою подружку взяли с ее нострификации и потребовали саму ее нострифицировать, свой аттестат, и взяли ее тоже на бесплатный чешский язык. Поэтому тут все зависит от ситуации, от факульты и от университета. Так что да, запомните, дамы и господа, ностра вам всегда нужна, и мы с вами еще обсудим, я наберу какой-то информации, поспрашиваю друзей, почитаю в интернете тоже, и мы с вами попозже обязательно поговорим о ностре, так, в отдельном виде. Так что первое, что вам всегда нужно, это нострификация. Второе, это, конечно же, ваше CV. CV это то, что вы подаете всегда, это то, чем вы занимались там буквально с рождения до подачи в университет, в каких школах вы учились, чем вы занимались, куда вы ходили, какие языки учили, это ваше CV. Какие языки вы сейчас знаете, все это вы должны, вот чем больше вы напишите, тем лучше будет для вас, и тем лучше будет для университета, потому что если вы напишите, что вы там знаете, например, я английский, русский, немецкий и учу чешский, четыре языка, то это будет классно и круто. Не забудьте вообще, просто напишите все ваши плюсы в этой CV. Идет ваше мотивационное письмо. Мотивационное письмо, что это такое? В мотивационное письмо вы вкладываете, например, я хочу учиться в медицинском, да, и вы пишете, что, например, я там всю свою жизнь хотела учиться в медицинском, там мой папа, бабушка, дедушка вся, в общем, могла быть семья медиками, я всегда любила химию и биологию, и вообще я обожаю ваш вуз, вообще я столько всего знаю. В это мотивационное письмо вы должны вместить как можно больше фактов того, почему вы хотите учиться в этом университете. В это мотивационное письмо вы должны уместить больше фактов о том, почему же вы хотите учиться именно в этом университете, именно в этой факультете, для чего вы хотите там учиться, возможно, кем вы хотите стать. И напишите больше хороших отзывов, скажем так, о факультете или о том или ином университете. Показать вузу, что вы действительно что-то знаете, истории этого университета, о каких-то новостях из этого университета. Все, что вы знаете об этом университете, хорошего, вы должны уместить в это мотивационное письмо. И под этими фактами про университет вы должны закрепиться и сказать то, что вы действительно именно из-за этих фактов тоже хотите учиться в том или ином университете или факульте. Так что три главных пункта, которые вы должны иметь, подавая приглашку в университет. Когда вы загружаете всю эту информацию во внутренний сайт университета, вы подаете эту приглашку. И также все приглашки в любой университет, они платные. Вы обязаны об этом знать, потому что в любой университет, неважно, на бесплатный вы подаете или на платный, приглашка будет платная. Цена приглашки зависит от самого университета. Например, я помню, что в Карлов университет я заплатила где-то, самая дорогая приглашка была 700 крон, а в Масариков я подавала, я заплатила чуть ли не 1000 крон. То есть все зависит от университета, при том, что Карлов намного выше по уровню, чем Масариков. Все равно сейчас, так как Масариков пытается больше развиваться новее, приглашки туда стоят намного дороже даже на платку. И даже на бесплатку они стоят дорого. Поэтому тут уже все зависит от вуза, от университета, от факультета, от всего. Но все приглашки, помните, они платные, и не удивляйтесь потом, что вам придется там платить, грубо говоря, 3000 рублей за вашу приглашку. После этого, когда вы подаете в приглашку, всегда идет вступительный экзамен. Тут тоже все зависит от вузов. Проходные баллы тоже зависит от вузов. Например, опять же, в мед, университетах, в лекарских факультах у вас всегда два степа, два уровня, два левела. Я не знаю, как это назвать еще на русском. У вас всегда два этапа в медицинском вузе. Сначала вы пишите тест, и там, в частности, всегда набрать больше 50%, чтобы пройти на вторую устную часть. Что значит вторая устная часть? Некоторые дают читать тексты, и потом вы рассказываете о том, что рассказывается. В этом тексте всегда рассказывается, говорится о каких-то болезнях. И вы должны потом рассказать о том, что бы вы сделали при той или иной болезни. У меня, например, был текст про Альцгеймер. И в тексте говорилось, что вот, Альцгеймер, в частности, развивается у людей, у которых в молодости были проблемы со сном. Кто не досыпал, кто был постоянно под стрессом. После этого текста было несложно сделать вывод о том, что да, нам надо решать проблему с молодостью, про сон. Надо спать 8-7 часов в день, надо меньше нервничать, надо больше наслаждаться жизнью. И вот чего-то такого легкого. Там Альц не просит провести операцию, хотя в первой лекарской факультете бывают тексты и на операцию. Насколько я знаю, вообще я не очень в этом знаю, потому что до второго тура я там не дошла. Но об этом как бы, да, забыли. Как бы я не жалею об этом, что это вы нас мозга учиться там. И если вы учитесь там, вы огромные молодцы. После вступительного экзамена вы не сразу получаете результаты. Вы получаете результаты через 2 недели. Вам приходит это на почту, вам приходит это официальным письмом. Поступили ли вы или нет. Не всегда, не все факультеты присылают вам баллы. Не всегда некоторые факультеты объясняют, почему они вас не взяли. Не всегда вы можете подать на апелляцию. Даже если они говорят, что вы можете подать на апелляцию, это не всегда возможно. Поэтому, да, тут как бы надо понимать, что во всех этих вступительных надо надеяться на самого себя. Вы не думайте, что вы придете и скатаете. Нет, такого нереально невозможно сделать, потому что там очень много смотрителей, там очень много людей, и скатать фактически невозможно. Не стоит надеяться на то, что можно купить ответы на эти тесты, потому что нет, здесь в любом вступительном экзамене, здесь очень серьезно относятся к высшему образованию, потому что у нас в России все-таки это было утрачено. Все сдают ЕГЭ, все идут получать высшее образование. Здесь не так. Все сдают Матурит. И тут здесь, это как наше ЕГЭ, но не все идут поступать сразу же в ВУЗ. И многие даже иногда не идут поступать в ВУЗ, потому что здесь реально корочка из твоего университета, она ценится. Если ты закончил ВУЗ, бакалавриат даже, ты молодец, потому что в университетах тебя очень сильно, ну, простите, но тебя очень сильно действительно дерут с тебя, там, три кожи, три слоя кожи, я не знаю, как это еще назвать, но, надеюсь, вы поняли. Вы должны быть готовы к тому, что вас, вам будет сложно, вам будет сложно подавать предложку, вам будет сложно писать экзамен. И, более того, некоторые ВУЗы факультет, точнее, в некоторых ВУЗах не имеют вступительных экзаменов. Но, если их нет, поверьте мне, дорогие мои, это значит, что первый год будет самым худшим годом в вашей жизни, особенно первый семестр. Насколько я слышала, насколько я знаю своих друзей, если у вас нет вступительного, вам будет очень плохо. Реально, очень плохо потом, потому что здесь три года бакалавриата, а не четыре. А это значит, что здесь слишком много дается информации именно в первый год вашего обучения. То есть ты за первый год проходишь, в принципе, два года своего обучения, не можно и так сказать. То есть не на три эти года разбивают четыре года, которые ты должен учиться, был обычный. Но три года это лучше, чем четыре, поэтому всё классно, круто, офигенно. В медицинском всё так же шесть, дорогие мои, так что не расслабляемся. Хотя, наверное, лучше пострадать год, чем страдать шесть лет. Никто не страдает, если что. Вот, поэтому, да, в принципе, такие дела по поводу приглашек, по поводу вступительных экзаменов. Всё, опять же, я хочу вам сказать, зависит от университета, от факульт, в которую вы подаёте. И я не могу вам здесь рассказать про все факульт и университеты, не могу вам рассказать про специфику подачи, но, в принципе, подача везде одинаковая, требования документов, писем везде одинаковые. Единственное, что, конечно, вступительные экзамены везде отличаются, как у нас в некоторых вузах, потому что у нас до сих пор некоторые вузы имеют какие-либо вступительные экзамены. Ну, по крайней мере, в Москве, я думаю, в других городах такое тоже, в принципе, происходит. Давайте сейчас я вам зачитаю вузы, в которые вы можете подать. Давайте начнём с самых сложных. Это Карлов университет и Масариков университет. Карлов университет — самый лучший университет Чешской Республики. Он один из старейших университетов Европы. И один из старейших университетов, в принципе, мира, потому что его открыли в 1300 каком-то году. Он был одним из самых первых, кто открыл медицинский факультет. Кстати говоря, первая лекарская факульта считается одной из самых старейших лекарских факульт, то есть медицинских факульт в мире. Поэтому там очень сложно действительно учиться, и там очень значимо учиться. Также, если говорить о медицинских факультах, я бы вам посоветовала посмотреть Венский медицинский университет. Он раньше был внутри Венского университета, то есть самого главного университета, как и сейчас. Внутри Карлова есть лекарская факульта. Но сейчас они... Ну, не сейчас они приличненько уже давно отделились. Вот, и сейчас у них отдельные университеты. Он тоже считается одним из самых лучших в Европе. Но, к сожалению, там обучают только на немецком языке. И на английском, по-моему, там можно пройти только Erasmus, и то с огромной сложностью. Или же пойти на магистратуру, или на PHD, что-то такое. А так, базовых 6 лет ты получаешь на немецком языке, что, конечно же, сложновато немного. Вот. Карлов университет, как я уже сказала, самый лучший, самый старейший, самый офигенный, самый любимый моему сердцу. Поэтому я бы вам посоветовала поискать факульт именно там. Да, там сложно учиться. Но поверьте мне, когда вы получите эту корочку, и каждый год, пройденный там, будет вам вообще казаться, что вы гений. Потому что это действительно хороший университет. Ты действительно там получаешь знания. Ты действительно чувствуешь себя там умным и классным. Потому что все на высшем уровне. Масариков идет после Карлова, и он очень классный. Единственное, что главные самые факультеты находятся все-таки вне Праги. Есть какие-то факультеты, которые находятся в Праге. Но большинство своим находится в Бурно. Опять же, у медицинского вуза там целый такой отстроенный новый комплекс. Чуть ли, ну там, чуть ли не маленький городок, который принадлежит медицинскому университету в Масариковом университете. Так что тоже поглядите, посмотрите. После этих двух университетов идут тоже три государственных университета. Пражский экономический университет, это высшее по-нашему. И тут же он называется тоже высшее, высшая школа экономики, только в Праге. Чешский технический университет. Чешский технический университет, дальше Чешско-земнедельская факульта и высшая школа химии. И если я не ошибаюсь, хотелось бы прочитать Химическо-технологическое университет. Я тоже, кстати, туда подавала документы, но быстро отказалась от этого, потому что они требуют очень много всего. У них нет уступительных экзаменов, но они очень требуют много документов. И они чуть ли мне не писали до конца, до, в принципе, до начала октября, когда начинается уже семестр, что там пришлите мне то-то, пришлите мне то-то, и мы вас возьмем. Там действительно очень сложно учиться, потому что я думала, ну окей, пойду поизучаю химию, почему бы нет, а вось и нет. И я поняла, что, ну, во-первых, это не моя мечта быть химиком, все равно как бы я не любила химию, а во-вторых, это действительно, там действительно очень сложно учиться. Я знаю очень многих ребят, которые берут после первого курса еще раз первый курс, потому что это высшая химическая школа, и об этом все, больше ничего не стоит знать. ВОШЕ для тех, кто хочет изучить экономику, технический, технический. Ага, и говорила ли я вам про ЧЗУ, не знаю или нет. ЧЗУ это просто, это тот университет, в который вы можете пойти по-любому. Там не во все факультеты есть вступительные экзамены, чтобы вы понимали и знали. Так что просто поищите, там куча факульт внутри университета, у них отдельный студгородок. Вообще прикольный классный университет на деле. И такой, знаете, на изи-бризе, но он тоже очень хороший, тоже государственный, и он тоже здесь ценится, особенно в Чехии, в принципе. Поэтому, да, если вы еще, тем более хотите там поизучать, там есть факультет очень классной микробиологии, там очень развита наука и сельскохозяйственная наука. В общем, все, что нужно, вы найдете там все. Там есть экономический факультет. В общем, поищите, как говорится, и вы найдете. И самый плюс огромный, то, что он новый, один из самых новых в Праге, в Чешской Республике. Ему 100 с чем-то лет, я точно не помню, 130, по-моему. Вот, и у них тоже отдельный такой городок получается. И все находится в одном месте, и очень классно. Так что советую, и туда, это один из тех университетов, который берет без вступительных экзаменов некоторые факульты. Если говорить о еще каких-то университетах известных, я вот тут смотрю, какие я себе скопировала. И честно, по-моему, это самые лучшие университеты, которые я вам могла посоветовать. Их не так здесь много, но они одни из самых лучших. Еще здесь есть Нью-Йоркский университет, но англо-американский университет. Но, если честно, я вот не знаю, Нью-Йоркский университет и англо-американский университет, скорее всего подойдет для людей, которые потом планируют езжать в Америку или в ту же самую Англию, если вы точно в этом уверены. Плюс там не огромный выбор факультетов, поэтому он подойдет не всем, вот как мне лично, он абсолютно не подходит ни один, ни другой. Да и вообще, если честно, я никогда не рассматривала, никогда не советовала, потому что я в этих университетах не так много слышала и просто их нашла, посмотрела. Да, классно, посмотрела людей, которые там учатся, даже пообщалась, у меня есть одна знакомая девочка, с которой познакомилась, и она там училась. Сейчас уехала получать магистратуру в Нидерланды. Так, по информации о этих двух университетах, так я ничего не могу такого огромного прямо сказать. Так что да, это была моя подборка университетов, и, в принципе, это, наверное, подборка всех людей, поступающих в Чехию по поводу университетов. Я надеюсь, что я вам тоже что-то рассказала, что-то разъяснила. Надеюсь, что в следующем видео все-таки будет получше освещение, будет фон какой-нибудь другой, и я очень сильно надеюсь, что в следующем видео мы с вами, наверное, давайте обсудим конастрификацию все-таки, или же я что-нибудь найду, может быть, что-нибудь вам еще расскажу. Если у вас какие-то все еще остались вопросы, пишите мне внизу в комментарии. Не забудьте поставить лайк моему видео, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить моих новых видео, а также не забывайте подписываться на мой инстаграм. И теперь я завела тикток, так что мне будет приятно, если вы подпишетесь на мой тикток, а почему бы и нет. Ну, а с вами была я, Лиза, мы увидимся с вами очень скоро в следующем видео. Всем пока-пока. Пока.